Итак, всем привет. Эмоции выклыл. Давайте посмотрим на iOS 7 Beta 3, который вышел на днях. Цель хочу отметить, что в отличие от Beta 2, данная бетка спокойно ставится поверх iOS 6 при сохранении настроек и самих приложений. Ставить, как я говорил в предыдущем видео, зажатой кнопкой Shift или Alt, в зависимости от операционной системы, и подсунуть саму прошивку. И дальше нажать на кнопку Обновить. Итак, что у нас снова? Начнем с экрана разблокировки. На мой взгляд, немного увеличили шрифты, увеличили статусную строчку сверху. Также она увеличена была и на iPhone. Надпись «Разблокируйте» с маленькой буквы. Не знаю, либо так оставят, либо поменяют обратно. Также мы можем запустить камеру, нижнюю панельку с включением различных модулей связи, управления яркостью, и тому подобное. Ну и панель уведомлений. Давайте разблокируем. Сразу хочу отметить, что по сравнению с второй бетой, стало заметно быстрее. Но кое-где все равно лаги есть. И также стабильность еще пока хромает. Итак, начнем мы, наверное, по порядку с настроек. Во-первых, не помню, был или не был предыдущий бетки. Можно у нас менять размер текста. Второй момент. Универсальный доступ. Здесь есть такой тумблер, как включение жирного шита. Но давайте мы сейчас включим. И я вам покажу, как это, собственно, выглядит. Так, опять же, откроем настройки. Я думаю, даже на камеру будет заметно, что шрифт стал более, опять же, жирный. Так, давайте посмотрим еще, что у нас добавилось. Добавили у нас пункт увеличения контраста. Что он себе представляет? Мы его включаем. И у нас отключается в различных панельках непосредственно прозрачность. Вот у нас тут полностью черная панель. Помимо того, что это увеличивает читаемость текста, а с другой стороны, это у нас позволяет увеличить производительность. То есть, например, если мы откроем, давайте, App Store. Тут сразу можете заметить, что появились иконочки. Раньше были просто надписи снизу. Но также остали такой вот серый шрифт на сером фоне. Вот, как вы можете видеть, вполне плавно все работает. Но если мы выключим выключение контраста, то вот опять же у нас тут появляется замыленный задний фон. И уже, конечно, производительность не такая хорошая. То есть, это разный пункт, который позволит вам в любом случае или допилить, или не допилить в финальной версии, но повысить производительность вашего планшета. Так, что касается App Store. Здесь изменения есть в загрузках приложений. Давайте выберем какое-нибудь бесплатное. Вот, нажимаем загрузить, и появляется у нас такой индикатор. Опять же, если мы возвращаемся на рабочий стол, то вот так у нас происходит анимация загрузки и установки приложения. Так, приложение установилось. Пойдем дальше. Возвращаемся к стандартным приложениям. Календарь. Опять же, изменения каких-либо я не заметил. Также на iPhone, соответственно, у нас напротив даты, если есть какое-то событие назначено на эту дату, то отображается точка. А здесь же у нас непосредственно сама запись. Опять же, работает у нас мультитач-жесты, щепок, сворачивание, вверх, появление окошек многозадачности. Я думаю, вы заметили, работает пошустрее, в отличие от предыдущего, предыдущей бетки. Давайте посмотрим фото. Опять же, иконочки добавили. Изменения, опять же, не заметил. В нижней панельке у нас все так же такие же настройки. Вызов камеры. Даты, регулировка яркости, громкости, плеер. Единственное, я не знаю, есть у нее музыка или нет. Давайте посмотрим. Изменили фон папочек, то есть они стали более прозрачными. Компоновка такая же осталась. Давайте запустим. В чем в сторону мне нужен? Музыка. Опять же, снизу у нас иконки. Так, музыка у нас... Вот так же отображаются альбомы. Регулировать громкость. Плей, пауза, перемотка. Единственный момент. Кнопочки, ползунки такие маленькие. И иногда, собственно, срабатывает именно жест разблокировки. Когда вы пытаетесь перемотать песню, либо изменить громкость. Приложение сообщения практически без изменений. Немного поправили шрифт. Потолще стал, опять же. И единственный момент, что не нравится в сообщениях, что здесь очень много слишком белого фона. И особенно на iPad, когда большой экран, глаза как бы не могут сосредоточиться в какой-то области. Начинают гулять по всему экрану. Итак, заметки. Заметки остались, к сожалению, без изменений. Такой же цвет ссылок. Кнопочки. Еле заметные. Выделение конкретной заметки желтым таким шрифтом подсвечивается. Дальше. Часы. Опять же, и здесь у нас появились иконки, что достаточно хорошо. Вот так это у нас дело отображается. Таймер. Таймер. Дальше. Видео, по-моему, у меня здесь нет. Game Center. Пока еще долго подгружают информацию. Иногда влетает. Давайте еще раз попробуем. Так вот, подгрузил. Вот такой внешний вид. Напоминания. Опять же, тоже без изменений остались. Управка. Добавить список. Подкасты. Это у нас пока все не меняется. Mail. Вот, кстати, у нас получение уведомлений. Черная полоска. Анимация полностью. То есть, весь, во всю ширину экрана. Так, мы не будем вводить данные. Карты. Карты на БТ-2 вылетали. Сейчас посмотрим. Так, карты у нас запустились. Жим 3D. Стандарт. Ну, вот такие у нас карты. iTunes Store. Ну, тут в основном, собственно, показываю, что у нас есть. При вызове фильмов меняется с белого на черный фон. А что касается на текущий момент автономности, то он все-таки достаточно быстро разряжается iPad, но при этом, в отличие от прошлого iPad, он хоть не греется. Так, не будем ждать. Закрываем приложение пока, чтобы, не дай богу, он перезагрузился. Так, и что касается у нас Safari. Вернули возможность отображения закладок в верхней панели. Так же список у нас полупрозрачный. Закладки. Добавление новых. Решаривание. Так, а теперь давайте поговорим о таких особенностях, как работа с другими приложениями. Допустим, достаточно популярный клиент для просмотра YouTube роликов. Вот, допустим, тот же iOS Beta 3 кто-то. К сожалению, здесь пропала возможность расшаривания видео, добавления выизбранного, то есть только нижняя панелька, play, перемотка и, собственно, полноэкранный режим. В полноэкранном режиме. Вот так это все дело выглядит. К сожалению, элементы, как бы, получается у нас, текст на черном фоне, не очень хорошо их видно. Ну, и так же здесь пропала возможность изменения качества видео. Ну, это все адаптируют со временем. Так, и вызов поиска. Все так же, без изменений. Пожалуй, все основные моменты показал. Изменений действительно не так много. Мелкие какие-то. Например, установка фоновых обоев. Яркость обоев. Собственно, у нас теперь отображаются картинки. Отображается именно не iOS 6, а iOS 7 версия. Все так же. Динамические обои всего два. Стандартные обои. Но тут можно отметить, что по сравнению с предыдущей, бы это действительно стало получше. В плане скорости работы. Панель уведомлений. Календарь. Всем. Фоновое обновление программ. Соответственно, вот у нас тут написали, что обновили программу. Здесь, собственно, у нас должен отображаться список приложений, которые ставят рядом с вами другие люди. Но, как вы видите, никто рядом приложений не ставит. Ну, собственно, все. Основные моменты я вам рассказал. Изменения косметические. Понравилось, что поменяли шрифт. Дали возможность выбора жирного шрифта, чтобы он был лучше виден. Иконки, к сожалению, практически... Да нет, даже, по-моему, не изменили. То есть, основные все остались такими же. По внешнему виду. Вот такая у вас 7-бета-3. Будем смотреть дальше, что будет в следующих бетках. По идее, где-то в конце августа. Думаю, выйдет уже Gold Master версия. Ну, а в сентябре уже финальную версию мы увидим. Все. Всем спасибо за внимание.